Привет ребята, это второе видео из нашего курса, предыдущее видео было у нас насчет того, какие криптовалюты существуют, и где посмотреть, как их выбрать, и сейчас второе видео, где хоронить криптовалюту. Скажем, ребята, вы уже, например, разобрались в том, какую криптовалюту для себя прикупить, и может быть это биткоин или что-то, или что-то. Как и где ее хранить на данный момент? Ну, это тоже такой вопрос, который каждый должен задаться одну из первых очередей, да, потому что крипту вы можете хранить на своем компьютере, хранить в своем телефоне, хранить в интернете и хранить даже на бумажке. Давайте рассмотрим все эти четыре способа и какие у них плюсы, какие у них минусы. Начнем с компьютера. Хранить крипту на компьютере можно и нужно, да, когда вы храните крипту на компьютере, во-первых, всегда используйте в большинстве случаев официальные кошельки. Если вы не можете использовать официальный кошелек, например, не все хотят качать биткоиновский кошелек, который весит 200 гигабайт и то и больше, то некоторые используют сторонние кошельки. Когда используется официальный кошелек, вам всегда даются приватные ключи. Приватные ключи это те ключи, которые вы не должны никогда в жизни потерять. Если вы их потеряете, считаю, вы потеряли доступ к своему кошельку. Если их у вас кто-то украл, считайте, что он получил доступ к вашему кошельку и считайте, что он вынес все ваши деньги и вы остались без ничего. Также некоторые кошельки предоставляют вам сид-фразы. Сид-фразы это фразы или 12 или 24 слова, которые вы тоже всегда должны запомнить и никогда в жизни не фотографировать их на свой телефон и не записывать это все на компьютере. Так же, как и с приватными ключами. Все это храните максимум на флешке. Что касается сид-фраз, ну тех слов, храните их на бумажке и храните их в таком месте, чтобы не ваши дети бы до них не добрались бы и не какие-то вары бы до них не добрались бы, чтобы вы бы не остались без денег. Всегда используйте в большинстве случаев официальные кошельки, если это такое, есть возможность. Если нет, то я, ну вот тут будет список кошельков, которые можете использовать без проблем. Ну, один из них, например, Jaxx. Есть еще мультивалютные кошельки, ну вот как Jaxx, который на несколько криптовалют вместе рассчитан. Дальше вы можете, например, хранить крипту в интернете и одна из самых, вот например, если вот вы покупаете, например, эфир и так далее, вы можете использовать Metamask. Когда вы используете Metamask, это такое приложение для браузера Chrome и оно туда встраивается и там тоже вам дается сид-фраза, если я не ошибаюсь и так далее, и который вы можете использовать как кошелек. И многие его используют, даже я его иногда использую, но на нем я не храню большую часть своих денег. Это одно из хранилищ, например, в интернете. Потом, скажем, MyEtherWallet. Есть такой сайт, не попадайтесь на фишинговые сайты, все линки будут внизу в описании. MyEtherWallet. Он вам дает и приватные ключи, он вам дает, и дает сид-фразы и так далее. И это один из самых лучших кошельков для хранения, например, эфира, да, и которым я пользуюсь. Но я им пользуюсь не используя сид-фразы, а использую я, например, парадные кошельки, например, наподобие Trezor. Вот такой маленький кошелечек. И чем он хорош? Ну, он хранит эти приватные ключи здесь у себя. И, одним словом, ты его, когда подключаешь к компьютеру, ты пока не нажмешь на кнопку, что отправить куда-то деньги и так далее, он не отправит твои деньги ни за что в жизни. Он у тебя всегда с собой, на нем стоит пин-код и так далее, и очень хорошая защита. Если вас интересует... Ну, это один из самых лучших способов хранения крипты. Если вас интересует что-то больше насчет этого, внизу тоже будут в описании ссылки на обзоры Ledger, Trezor и еще других кошельков. Которые у меня были в наличии, и там я их обозревал, как ими пользоваться и так далее. Дальше следующий способ, например, это хранить на телефоне. На телефоне тоже есть очень много разных кошельков, но я, например, пользуюсь только двумя. Один это Jaxx, а второй это Samurai Wallet. Почему пользуюсь этими двумя? Ну, потому что они нормальные и так далее. Jaxx очень приятно пользоваться, очень приятный кошелек, очень нормальный. Единственное, что всегда ставьте там пин-код, всегда ставьте, лучше его, например, как в Самсунгах, есть специальный фолдер, называется Secure Folder, который зайти, нужен еще ввести пин-код и потом еще, чтобы зайти в кошелек, еще нужно сделать пин-код. И, короче, вот такой чуть-чуть более защищенный он выходит, чем просто на телефоне. Но хотя телефон это не самая защищенная вещь в мире, которую могут без проблем взломать и так далее. Поэтому я говорю, никогда в жизни не фотографируйте сид-фразы на телефон, потому что их просто у вас оттуда стырят и вы останетесь без денег. Такое было, например, недавно у нас в чате писал человек, что у него украли 16 эфиров. Каждый эфир на данный момент стоит где-то в районе 150 долларов. Ну, вы сами понимаете сумму. Также вы можете хранить деньги на бирже, там же, где вы их приобретали на бирже или, скажем, там, где вы торгуете. Ну, если вы торгуете, то вы знаете, что на бирже вы храните ту сумму, которую вы торгуете. Никогда в жизни на бирже не храните деньги, те, которыми вы не торгуете. Потому что придет то время, когда ту биржу, на которой вы держите деньги, ее грабанут. Такое было не раз, такое было сотни раз уже. Каждый год ломается очень крупная биржа и миллиарды долларов просто утекают хакерам. И никто не знает, потом просто биржа закрывается, говорит, что извините, мы банкроты и не возвращают бабки. Такое самое последнее, например, было с Криптопией. Одна из таких самых больших бирж, которую взломали, это было в прошлом году, и народ остался без денег. Я, например, тоже потерял на этом где-то процентов 20 моих денег, но я успел вывести, например, деньги сразу же. А вот некоторые не смогли это сделать и потеряли больше 5-10 тысяч долларов. И это те люди, которые находятся у нас в чате. Так что с этим тоже будьте осторожны. Также на бумажке вы тоже можете, например, хранить биткоин. Это специальная бумажка будет с QR-кодом, на которой будет QR-код и будут ваши ключи и так далее. Просто просканировав ее, вы сможете получить это, как там зовут, вашу денежку. Он автоматически перешлет эти деньги. Просканировав его приложением, он автоматически получит эти деньги. Такое тоже может быть, ребята, и такое тоже некоторые используют. Но хранить на бумажке цифровую валюту, ну, вы сами понимаете, не очень-то хорошо, потому что, ну, она может испортиться, и все, эта бумажка, я считаю, ваши денежки пропали. Но при этом всегда будьте бдительны. С того компьютера, например, с которого вы используете кошельки, никогда в жизни не входите на порно-сайты и на всякие разные такие ресурсы. С линками, например, вам какой-то знакомый прислал на какой-то хакер-сайт, взломай меня, если можешь, линк и, как бы так сказать, типа, посмотри, там прикольный ролик про котиков, да. Не заходите с таких этих. Не открывайте линки, которые прислали вам незнакомые люди. Даже если знакомые люди присылают, тоже будьте с ними очень осторожны, да. Короче, будьте осторожны, не делайте так, чтобы вас бы взломали. Могут вас взломать без проблем, поэтому я знаю, что меня могут взломать, поэтому я использую Trezor, да. Храню все деньги, ну, на Trezor и на Ledger, да, у меня там, например, крипта находится. Я знаю точно, что пока я не нажму кнопочку или пока его у меня, если у меня его украдут, то должны будут ввести пин. Три раза введут неправильно пин, он сам удаляется и так далее. А у меня есть сид-фраза, потом сид-фраза я его смогу восстановить без проблем. Так что каждый выбирает себе защиту по своему. Эти кошельки, они недорогие. И если вы хотите, например, купить крипты в самом начале где-то на 1000 баксов или так далее, да, моё вам рекомендация будет купить себе Trezor. Он стоит в районе 40-50 долларов, но он вам уберёт головную боль на тысячи и на десятки тысяч долларов. Многие люди, которые хранят свои миллионы и миллиарды, они используют Trezor и Ledger. Так что я думаю, если вы покупаете крипту на 1000 баксов, купите за 50 долларов Trezor или Ledger. Но покупайте их всегда на официальном сайте, никогда не покупайте их с рук и тем более БУ. Потому что даже на самом сайте они говорят насчёт этого, что купив с рук, мы не несём никакой ответственности за это. Потому что там может быть прошито уже такое ПУ, которое специально подменит это всё. Так что на официальном сайте покупайте, быстрая доставка DHL, недорогая. И за через три дня они у вас. Я брал с официальных сайтов, мне их присылали. Ребята за три дня, они были уже у меня в Грузии. И доставка тоже вообще недорогая. Видео будет насчёт них, посмотрите, если вас заинтересовало. И вы решите, как бы так сказать, какой из кошельков себе выбрать. Моя рекомендация, берите их. Если не хотите брать кошельки, можете, например, использовать компьютер, который будет отдельно стоять. Который будет использоваться только для оборотов скрипты. Туда ничего другого не будет записано и так далее. Включаться он будет только для того, чтобы сделать бы транзакцию, провести бы её, например, провести транзакцию и потом отключиться. Чтобы не было бы его другого использования. Это тоже очень хороший способ хранения к дереву. Так что, так, ребята, следующее видео у нас будет насчёт того, где купить крипты и насчёт бирж. Его тоже посмотрите и вы будете знать уже. Вы уже знаете, какую крипту себе купить. Вы уже знаете, например, как её хранить. Если вы что-то не поняли здесь, всегда можете написать нам в телеграм-чат, на мой телеграм-канал тоже подписывайтесь. И также мой телеграм там внизу. Все эти три телеграма, они бесплатные. В любом из них вы можете задавать вопросы. В чате ответят вам и другие ребята. И я отвечу вам там. И если вы мне привод напишите, да, в мой мне телеграм, то я вам там тоже отвечу. Это всё совершенно бесплатно. Люди друг другу должны помогать. Так что так, ребята, следующее видео, где и как купить крипту. А с вами был, как всегда, Леван Беручашвили. До скорых встреч, ребята. Пока. Пока.